Мне говорят, что мы придавили зал, особенно своими цифрами тяжелыми. Я поэтому сейчас перед Иваном хочу сказать буквально два слова, для того, чтобы вас взбодрить и чтобы вы распрямились под этим гнетом этих цифр. Значит, дальше мы так будем ответить на свои вопросы Иван, а после него я на свои вопросы. А сейчас я хочу сказать вот вам о чем. Это мы ведь, призывая вас, аргументируем этими цифрами, действительно драматичными, действительно тяжелыми, разрушая вот эти все иллюзии, которые у нас сегодня почют. А ведь на самом деле, это более важно, мы ведь с вами уже победу над вот этим жидовским тяжелейшим игом уже одержали. Мы ведь эту власть уже одолели. И вот вам снова доказательства. Первичен дух. Мы все в этом убедились на примере, на параллели 41-го и 91-го годов. Если кто не читал это в моих статьях, я просто, ну а тем более, надо же это все-таки книги-то держаться, которые мы сегодня презентуем. Так вот, почему первичен дух? Потому что в 41-м году мы встретили войну немыслимо бессильным, безоружным. Я когда был директором издательства, и мы опубликовали сборник документов «Скрытая правда войны» 41-й год. В мае еще 41-го года западные округа атаковали генштаб лично Жукова, как начальник генштаба. Атаковали шифры телеграммами о том, что нечем сегодня проводить учения. Там только документы. Причем документы подлинные, потому что у меня есть охранная грамота Министерства обороны, которая, как только вышла книга, они тут же мне прислали страшную телегу о том, что использованы документы совершенно секретные, не рассекреченные, я был министерством ответственности. То есть они подтвердили еще раз подлинность этих документов. Так вот, в 41-м году в мае танковые дивизии, стоящие на границе, слали мольбы, потому что бензин там столько-то процентов, а дизельное топливо 0%, 3%. Пистолеты винтовочные есть, патроны есть, револьверные. А дальше идет раскалибровка танковых снарядов 0-0-0%. Мы такими встретили войну. И никаких иллюзий о том, что мы там были готовы и так далее, упреждающий удар. Вот они документы. Но за 4 года одержали 2 величайшие победы. Кроме военной мы еще одержали экономическую победу. Потому что был дух. 91-й год. Сильнейшая армия. Лучшие спецслужбы. Чего не хватало? Страна развалилась, духа не было. Дух первичен. Так вот, сегодня, когда я вам читал Милтона Фридма, его установку, которая 20 лет осуществляет здесь власть, в том числе по перековке нашего сознания, изменению нашего духа, изменению наших ценностей, и что они получили? Два среза. Первый. Это всем известная передача. Суд времени. И я вам зачитаю, как прошли голосования. Беловежское соглашение. 91% телезрителей назвал предательством. Егора Гайдара признали разрушителем 86%. С событий октября 93-го года 93% телезрителей признали крахом. Отдав должное врагам режима, членам ГКПЧФ, признав их действия, попыткой избежать распада страны. Рекламируемую 20 лет перестройку 93% телезрителей признали катастрофой. Ну, у вас это все перед глазами. Они же в ужас пришли. 20 лет. Они отрамбовали наши мозги. И получили шишки. Не изменился наш народ. Дух народа только укрепился. Это первая победа. И не самая большая победа. Вторая наша победа. Более весомая и для власти более страшная, это манежка. Когда 10 тысяч ребятишек, которых власть мечтала, почему власть нужно было 20 лет, почему мы сегодня говорим о их поражении. 20 лет они мечтали продержаться, чтобы вырастить свое поколение. Вот, дескать, мы вот этих получим. И через школу, телевизор, вседозволенность, разврат. Мы сделаем их своими. Мы же им все вроде дали. Пиво сколько хочешь, жвачек выше головы. Смотреть то, что никогда не было разрешено смотреть. Слушать то, что никогда нельзя было слушать. Все дали для разврата. Для изменения психологии наших ребятишек был запущен гигантский 20-летний аппарат. А что они получили? Они получили манежку. Вы помните, как трясся медведев? Когда он просил 14-летнюю мальчишку, сказал, их не воспитывать, их в суди сажать надо. Почему? Потому что им ничего не удалось сделать, даже с нашими ребятишками. Это ведь исказили. Генетическая память. Кровь наша оказалась сильнее всех их навороченных доктрин. Этих технологий. Ведь извратили манежку. В первый же день ее начали извращать. Почему? Потому что ребятишки, во-первых, вышли спонтанно. Никто их не организовал. Во-вторых, ребятишки вышли, добиваясь справедливости. Если бы они действительно вышли туда из-за зверьков или как там, черных, это одно дело. А ребятишки-то вышли, как их отцы и деды, добиваясь справедливости. Как же так, говорили они? Что же вы бандитов отпускаете? Почему эта власть перепугала еще сильнее? Потому что мы с вами готовы переносить голод, холод, нищету, все тяготы и лишения мы готовы переносить, кроме одного. Это неистребимое чувство справедливости. И вот манежку это показал. Ну, судя по вашим аплодисментам, я свои задачи достиг. Я настроение все-таки ваше поднял. А теперь Иван Борисович Миронов. Добрый день. Буквально отвечу на несколько вопросов, которые поступили из зала. Два вопроса хотел бы объединить. Почему оправдали вас, осудили Тихонов и Хасис? В их деле тоже не было доказательств их вины. Ну, и вот вопрос еще один. Как вы думаете, какова судьба суда присяжных в России? Когда мы подходили к нашему суду, мы прекрасно понимали, что шансы есть, но они небольшие. Потому что существовала такая вещь, как статистика. Мы знали, что мы живем в полицейском государстве. Причем полицейский это не фигуральное название. Я приведу конкретный пример, что если раньше, если взять официальную статистику, официальный бюджет 1985 года, то расходы на правоохранительные органы и безопасность, они составляли полтора процента. То сегодня официальность бюджета на содержание одной полиции выделяется 10% бюджета. Мы прекрасно владели статистикой, согласно которой всего в нашей стране суды присяжных выносят порядка 20% оправдательных вердиктов. Это очень мало, если, скажем, взять Российскую империю, то даже в годы революционного террора этот процент составлял 25-30%. Так вот, вот эта доля оправдательных вердиктов присяжных, она ничтожно мала, потому что всего-всего выносится в стране 2,5-2,5% оправдательных приговоров. Это с учетом вердиктов присяжных. Так вот, в годы Великой Великой Войны военно-полевые трибуналы, военно-полевые суды, которые судили изменников, шпионов, предателей, дезертиров, они выносили 7% оправдательных вердиктов. Сегодня профессиональный судья вносит оправдательный приговор раз в 5-7 лет. Доля оправдательных приговоров профессиональным судом составляет меньше 1% в нашей стране. Но в России существовала трещина, вот трещина в этом монолите диктатуры, которая сегодня существует, русофобская диктатура. Эта трещина называлась суд присяжных. И нам удалось, несмотря на колоссальное давление, несмотря на те огромные деньги, которые брошены были, чтобы нас растерзать, информационный ресурс, когда судья и прокурорши и прокуроры бились в конвульсиях, как будто на кону стояла их судьба, а не наша жизнь и судьба, нам удалось прорваться. И нам казалось, что мы в этой трещине пробили брешь. Но казалось все наоборот. Потому что когда была трещина, капала и капала, мы выходили там, коммерсанты, ну ладно, бог с ним. Их и так уже там ошкулили, раскулачили, жирок согнали, да, ну и пусть гуляют. Зато хоть какая-то видимость была существования демократического государства. Но когда через эту трещину, через эту брешь, эта трещина стала расползаться, стали выходить враги государственного строя, стали выходить инакомыслящие, которые не боятся говорить то, что происходит, называть вещи своими именами, вот здесь стало страшно. И тогда вот взяли вот эту брешь, которая сегодня именовалась судом присяжных, и словно заброшенный урановый рудник, его сначала залили свинцом, а потом еще сверху закатали в бетон. И сегодня, и уже ребята, которые там, Женя и Егита, которые шли на суд, они были обречены. Что произошло? Во-первых, они стали использовать такую практику, когда если есть малейший шанс, что обвиняемый соскучил, они стали обвинять статью терроризма. 207-ю статью, по которой убрали суд присяжных. И вот такой наглядный пример, это дело в Кушкенской стенхедов. Когда понятно, что на ребят были показания, доказательств достаточно. Но то ли в силу страха, то ли в силу какой-то людоедской своей природы, в своей природе, они обменили терроризм, причем очень подло. Они сядли по века, сказали, ну вы такие герои, какая вам разница? Давайте, признайся в том, что ты планировал терроризм. Сказал, да, ну вы тоже собирали. 207-я статья вывели всех присяжных. Потому что присяжные, это был единственный шанс для ребятишек получить мисхождение. Тогда бы они не были обречены вот на этот ад, который называется «пошистенной зоной». И в итоге пятерым дали пожизненное заключение. Возьмите Ореховских, возьмите группировки, но самые жесточайшие, самые лютые не было столько пожизненное, сколько сегодня дали, раздали пацанам, которым вот едва исполнилось только что 18 лет. Я был на процессе Тихоновых асис, конечно, это было страшно наблюдать, страшно было видеть вот эти глаза заряженных присяжных. Уже такие холодно-бледные, отстраненные лица палачей, которые уже знали, зачем они пришли. И какая задача поставили перед ним. В итоге все, кто там был, как-то возмущался, говорят, нет вины, нет доказаний, потому что все строится на показаниях сломленного и раздавленного друга. И в итоге их сломали уже в совещательной комнате на кануне вынесения вердикта. Все, получили приговор, получили вердикт. Поэтому я думаю, что судьба суда присяжных в России, ну я думаю, он вкончился. И сегодня он остался лишь такой формальностью, неким таким фантиком, которые вот пытаются тыкать там в глаза Европы и говорить, что все-таки у нас тут справедливый суд, демократия. И у каждого есть шанс на справедливое решение. Дальше вопрос. Когда ожидать вашей следующей книге, чему она будет посвящена? Ну я пару слов хочу сказать о втором издании «Замурованных». Вот презентация сегодня состоится на стенде издательства «Книжный мир» в 3 часа, это стенд Е10. Второе издание, оно дополненное, потому что герои, судьбы поменялись. Кого-то освободили, кому наоборот выписали очень тяжелейшие срока, кого-то повесили, кого-то убили. Все эти корректировки сделаны. Более того, у книги такая была очень сложная судьба, потому что это был последний проект издательства «Ванглус». После этого издания, по случайному учению обстоятельств, издательство приказывало долго жить. Книги изымались, книга изымалась, книга запрещалась, потому что она вскрывала всю вот эту подлую сущность правоохранительной системы, пенициарной системы. Были претензии у отдельных героев к книге, но их почему-то всего было два, это у таких, у отъявленных негодяев и мерзавцев. Это прежде всего там Гриша Гробовой, который пытался книгу запретить, а потому что ему посвящена там целая глава. И второй, кто выражал дикие гневные возмущения, это Маврони, которому очень понравилось, как он там преподан. И сегодня нам удалось запустить вот второе издание, причем автором обложки согласился стать гением политического плаката. Это Андрей Будаев, за что ему отдельная благодарность. Выпустили также аудиокнигу, тоже такое очень своеобразное, интересное произведение получилось. Следующая книга, я думаю, Бог даст, она выйдет уже в этом году. Ее тоже там ждет такая непростая судьба, потому что уже были отказы издать, которые предложили кое-что убрать, кое-что изменить, поправить, вычеркнуть своевременные фамилии, потому что все это документальная история. Я отказался, и я обещаю, что ни одно предложение, ни одна строчка, ни одно имя не будет изменивать. Спасибо. Еще раз спасибо вам за поддержку. Теплый прием. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...